Открытая студия Я обозначу буквально через несколько мгновений. Напомню вам, уважаемые телезрители и радиослушатели, некоторые технические моменты. На все про все у нас не так много времени, примерно 28 минут. Посередине программы мы уйдем на рекламный перерыв, на 2-3 минуты вас покинем, потом вернемся и продолжим разговор с нашей гостьей. Также напоминаю, что открытая студия полностью оправдывает свое название. Мы выходим в прямом эфире, это значит каждый из вас может к нему присоединиться. Можно задать вопрос нашему гостю, а можно самостоятельно высказаться по тематике сегодняшнего нашего диалога. Телеграм привязан к номеру плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть. Также нам можно позвонить телефон студии девять девять сорок пять сорок пять. На этом с техническими моментами все. Наконец-то можно переходить непосредственно к диалогу. А он обещает сегодня быть интересным, познавательным и увлекательным, в чем вы, надеюсь, в ближайшие 28 минут сами убедитесь. Итак, почему мы решили сегодня встретиться с моей тезкой Екатериной? Закончились новогодние каникулы, ни для кого не секрет. Поотдыхали, мы уже вышли на работу и говорят, что за вот это все время уже специалисты подвели некоторые итоги, почитали. Многие туристы приехали в нашу область. В разных уголках нашего северного края побывали не только люди, которые живут здесь, и, наверное, по большей части все-таки были те, кто посетил наш регион, а живут они в других регионах или даже в других странах. О том, куда чаще всего едут за полярным кругом, о том, где чаще всего делают самые крутые фотографии, о том, о чем потом рассказывают чаще всего в своих соцсетях, мы говорим как раз с Екатериной. Также узнаем некоторые, возможно, секреты гидов-экскурсоводов, как привлекать людей в наш край любимый. И вот некоторые еще зависты, надеюсь, наша гость нам сегодня приоткроет. Но хотелось бы начать, Екатерина, все-таки с вас. Все очень по-разному попадают в эту сферу, потому что у нас много раз были здесь люди, которые занимаются туризмом. Кто-то мечтал об этом с самого детства и даже получил соответствующее образование профильное и в эту сферу углубился. Кто-то был заядлым туристом, потом решил показывать это еще и людям, а кто-то полностью поменял свою жизнь и, грубо говоря, был преподавателем начальных классов, а потом взял и ушел в гиды. Как это было у вас? Ну, у меня, наверное, всегда было с детства такое желание, потому что родители, можно сказать, заядлые путешественники и все время возили нас в отпуск на машине с палатками. В общем, это было такое уже из детства. То есть дикий отдых для вас был нормой? В отдых это норма, да, все время с рюкзаком за плечами, вот, познавать что-то через, да, осязание, ощущения, через визуализацию, чтобы смотреть на все. Вот, поэтому это было мне, ну, близко всю жизнь. Ну, я, как и вы, поучилась, конечно же, на журналистике, и, да, это потому что тоже очень интересная такая сфера, и все время... Ну, похоже, журналистика где-то рядом. Да, да, это что-то такое, все время открываешь что-то новое, ты не делаешь одно и то же, какую-то рутинную работу, это очень интересно. Вот, и потом у меня было долгое путешествие, вот, я уезжала за границу, в общем, и там тоже я работала в туризме. И поэтому мне это, ну, вот, близко, и вернувшись сюда, и я вернулась в одиннадцатом году, здесь еще это не набирало такой оборот, как сейчас, да. Сейчас это уже, конечно, можно сказать, в полном объеме все кипит. Уже тренд нашего времени. Да, уже тренд, уже у всех на слуху наш город, если когда-то, да, кто-то говорил про Мурманск, никто не понимал вообще, в какой стороне это находится. Мне обычно говорят, это где-то рядом с Ургутом, я говорю, да, да, примерно так. Ну, где-то разница восемь часов, да, с Москвой, вот, что-то из этой области, вот, поэтому сейчас это, конечно, всем понятно, что Мурманск, это не так уж и далеко, на самом деле, даже от Санкт-Петербурга, поэтому, вот, в общем, я очень рада, что это здесь тоже начался этот бум, можно сказать, я вот дождалась своего часа. А когда вы были за границей, жили не в нашей стране, вы именно гидом там стали работать, то есть, вводить какие-то экскурсионные группы куда-то? Я работала, ну, я жила за границей, я жила в Израиле, я там отслужила, три года в боевых войсках, и я старший сержант армии обороны Израиля, и работала я после армии в сопровождении туризма, да, то есть, так как это открытый шетах, то есть, открытые большие территории, пустыня, все туристические группы должны с охраны ходить, и вот мы с оружием охраняем. Вы как раз осуществляли такую деятельность серьезную. Да, я осуществляла такую деятельность именно в связи с тем, что я служила в боевых войсках, это единственное боевое подразделение для женщин, вот, поэтому мне было это близко, все эти оружия, вот, и мне это нравилось, и мне этого хотелось, в общем, вот, куда душа звала, там я всегда была. Екатерина, это очень интересно, журналистика, армия, туризм, вроде бы области такие разные, но в чем-то, в своей новизне каждого дня, они вот объединены, как вы уже упомянули. Вы приехали сюда в 2011 году, и все-таки там пустыня, здесь север, совсем разная. Вам пришлось, наверное, много что переделать, начиная с экипировки, заканчивая тем, как влиться в эту область, хотя, наверное, тогда было действительно это сделать проще, чем сейчас, потому что конкуренция была не настолько распространена, не настолько сильная. Да, я здесь в туризме, конечно, не с 2011 года, как я вернулась, конечно, здесь... Сначала готовили почву? Сначала я готовила почву, и вообще смотрела, чем живет родной город, я мурманчанка, коренная, я здесь родилась, поэтому экипироваться мне не надо было, я знала все прекрасно, да, в какой одежде нужно ходить, в какое время года, и что бывает максимум, что бывает минимум, вот, поэтому для меня это было не ново. Но в какое-то время я поработала в торговле, я работала в крупной компании, руководителем каналов продаж, но я понимала, что это не мое, да, это не мое, я умею руководить людьми, я умею работать с большой командой, но вот душа звала меня взять рюкзак, пилить ногами вперед, вот, поэтому вот то, что сейчас начинается, то, что вот сейчас уже так хорошо завязалось, и туристы едут, наши соотечественники наконец-то открыли для себя, да, такое место, такую прекрасную природу, как наш, да, Кольский полуостров, и реально могу сказать, что людям нравится, вот. На данный момент у вас какая-то компания, ну, без названий самой компании, большая ли она, много ли это человек, или вы разрослись, начинали там с двух себя, кого-то еще, теперь вы тут заполонили всю область? Да, я сейчас работаю в, ну, скажем, это не маленькая компания, это средняя компания, в ней, ну, там, довольно-таки немало человек у нас работает, ну, и логисты есть, да, и есть отдел продаж, то есть каждый занимается своим направлением, есть руководящие звенья, вот, есть корпоративные даже направления, да, которые работают, ну, с большими компаниями и устраивают корпоративные какие-то выезды для сотрудников каких-то крупных компаний. А вот вы гид-экскурсовод, то есть конкретно вы идете с этим, с людьми, берете рюкзак, еще необходимые вещи и ногами туда, куда собираетесь. Что у вас это? Снегоходы, горы, Териберка, киты, или все представлено уже? Да, у нас все так устроено, как продается, как пакетными турами, и, конечно же, люди приезжают, слава богу, не на один день, и это несколько дней, от двух до пяти дней, и поэтому у них каждый день насыщен новым местом. Конечно же, все едут сюда за Териберкой. Это вот первое все-таки, к чему стремятся. Это не первое, но это самое главное, это самое то, что очень хотят. А почему, как объясняют это? Все до сих пор помнят Левиафан или уже что-то новое? Нет, знаете, вот каждый раз, когда ты едешь с туристами в сторону Териберки и рассказываешь историю вообще этого места, как зародилась там жизнь, что до этого там было, до того, как было это село, ты понимаешь, что людям эта история, она поверхностна, знаете, эти даты, эта история самого места, и уж тем более фильм, это драматическая эта картина, она никак не могла вдохновить людей поехать туда, вот что-то посмотреть. Людей привлекает природа, людей привлекает возможность выход в море, да, и увидеть китов. Это самое главное, что хотят наши туристы, это увидеть китов. Наши вы имеете в виду те, кто к вам обращается, или наши в смысле российские? Наши вообще все гости нашего края, да. Откуда едут к нам, в частности, к вам обращаются из каких других стран, вот чаще всего сейчас, кто это? Вообще, наверное, и для вас не секрет, что китайцы, это первые тут исследователи, они давно уже ездят к нам, наверное, с года 13-го, а может даже и раньше, вот. И теперь они такие полноправные, самостоятельные, они могут сесть на свои машины и привозят сами своих туристов, соотечественников, да. И сами им едуют, да, и все рассказывают, как бы уже со своего полета, вот. Но сейчас большой бум у тайцев, тайцы открывают для себя это направление, это не первый год уже, но тайцы, наверное, это те, кто максимально не понимает, что такое север, и это, наверное... Чем это выражается? Ну, они, наверное, занимают первое место в номинации «Можно приехать в шерстяных носках и в шлепках», потому что это, да, это про них, да, реально, потому что они едут посмотреть этот белый снег, и вообще, на самом деле, нам всем нужно у них поучиться радоваться жизни от того, что здесь и сейчас, вот, знаете... Здоровье и пофигизм. Вот, это не пофигизм, это радость жизни, серьезно, ребят, потому что, когда приезжают наши с вами соотечественники, они так хотят увидеть сияние, и когда, если вдруг выезд, ну, не очень... Не очень с погодой, да? Ну, не очень с погодой, не очень удачный, камера видит лучше, восприятие света лучше, а глаза не увидели этой феерии, как все видят на фотографии, и ожидания, понимаете, выше, нежели получают, да, люди. И они такие, ну, блин, ну, вот так на троечку, конечно, на троечку все получилось, ожидали больше. Специцизм такой, да? Да, тайцам вообще, им даже... Вот снег, и уже они счастливы, а если и засияло, то вообще жизнь удалась. Вот нам нужно, наверное, поучиться вот этой вот... Ну, просто радоваться тому, что вот, что вы здесь сейчас, и что есть возможность просто ездить и смотреть даже такие отдаленные регионы, и как наш, да, и вообще просто даже внутри страны путешествовать, потому что когда бы еще бы, кто-то бы поехал бы сюда. А часто бывает так, что люди, которые к вам приезжают, группы, которые вы вводите, потом кто-то из этих участников групп говорит, что мы еще вернемся и действительно возвращаются. Люди возвращаются, они и говорят, и я всегда пытаюсь донести до людей, что вот то, что мы видим с вами, чему мы сегодня любуемся, а этому, правда, невозможно перестать любоваться. Я вот хоть езжу по несколько раз на неделю в эту тереберку, но для меня это как первый раз всегда, потому что картинка всегда разная. То есть не надоедает. Не надоедает, и это невозможно, чтобы это надоело, потому что сначала нету, да, в полярную ночь нету у нас этого солнца, да, но вдруг начинает сильно дуть ветер, поднимаются волны, и ты смотришь, как стихия бушует, а потом начинается рассвет, да, и мы смотрим уже, как лучи озаряют, и небо становится, и розовое, и голубое, такие прекрасные краски. Это всегда разные вот просто картинки. Часто можно слышать такое мнение, там, пишут в соцсетях и так далее, что, мол, тереберка была прекрасна до того, как туда поехали туристы целыми толпами, литрами, километрами, а сейчас это уже стало трендом и не так интересно, как то время, когда она была таким самобытным селом. Как вы относитесь вот к таким высказываниям, к такому мнению? Ну, всегда, наверное, будут те, кто за, и те, кто против, это нормально. Я за развитие, но за качественное развитие. Конечно, сейчас там очень много что строится, строится и в плане, там, для проживания. Рестораны, отельчики, да, какие-то мини-гостиницы, рестораны, кафе. Это здорово, ребята, нужно возрадоваться этому. Вопрос в том, как это строится, и не всегда это качественно, и не всегда это, можно сказать, да, может, не так и законно, что-то там какие-то проводятся коммуникации, все, что связано с водой, да, все, что связано с, ну, отходными, очистными со всеми сооружениями. Если это будет все соблюдаться, все эти рамки и нормы, почему нет, это здорово. Я считаю, что это классно, должно так быть. Екатерина, мы с вами вот так вот лихо подлетели к середине программы, потому что разговор интересный, вы суперпрофессионалы, вас очень интересно слушать. Но нам нужно прерваться буквально на 2-3 минуты. Мы вернемся совсем скоро, так что не переключайте «ФМ-волну» и свой телеканал. Открытая студия продолжает свое вещание. Это совместный проект телеканала «Арктик ТВ» и радиостанции «Рекорд». Сегодня ее веду я, Екатерина Богданова, а в гостях у нас гид-экскурсовод Екатерина Игнатьева. Говорим мы о том, откуда к нам едут туристы, что им интересно больше всего в наших северных краях, о том, как вообще люди приходят в сферу туризма, становятся гидами, после чего много интересного мы уже узнали, но еще, как минимум, столько же впереди. Екатерина, еще вот такой вопрос хотела задать, немножко попытать вас. Как живет гид-экскурсовод? Я имею в виду, вот у вас есть квартира, где вы живете, тут вот телевизор, диван и спальня, а тут комната, где находится экипировка на все случаи жизни. Это примерно так выглядит или нет? И много ли нужно вам именно вот рабочей одежды и всего того, что нужно для различных туров, чтобы сопровождать людей в различные края и в разные времена года? Ну, нет, слава богу, я не живу так, чтобы у меня в каком-то углу было все завалено экипировкой. А как? Да, я нормальный среднестатистический человек, любящий комфорт, хоть, да, я и могу и без комфорта побывать и с палаткой, пожить там неделю. Вот, но дома у меня, слава богу, все нормально, и диван, и кресло, в общем. И для экипировки есть, да, свое место. Отведенное. Да, отведенное, вот, куда я все аккуратненько складываю, и, в принципе, от глаз это скрыто в обычные дни. Вот, поэтому все нормально. А без чего нельзя ехать зимой в Териберку? Ну, обязательно нужно помнить о том, что ноги должны быть в тепле. Как это сделать? Я вот мерзну всегда и во всем. Я не знаю, что мне надеть. Я уже купила себе рыбацкие сапоги. Я пришла и сказала, я просто стою и мерзну всегда. Что мне делать? Рыбацкие сапоги купила я тоже. Поэтому, да, добро пожаловать в клуб рыбацкие сапоги. Вот, но я сделала еще одну покупку, о чем вообще не жалею, и это было круче, чем рыбацкие сапоги. Грелки для ног? Грелки для ног, кстати. Это классный тоже ноу-хау, который я советую всем туристам, когда они приезжают. И вот если они на следующий день, то есть если у нас там первый день какой-то другой тур, и после чего, в последующие дни мы выезжаем в Териберку, и если у них особенно выход в море. Выход в море – это от полутора до трех часов. Еще там может мести и быть мокро. Там обязательно будет мокро, да, и там ты будешь большую часть времени находиться на улице, и, конечно, это не прогулка по Москве реки, я им всегда говорю, это не такая ракета, знаете, закрытая, где ты вальяжно сидишь и наблюдаешь, как киты там выпрыгивают. Нет. Вы стоите, ребята, на улице, да, корабль хорошенько покачивает, и вам летит и в лицо, и на одежду, да, соленая вода, и она, хотя и она и плюсовая. Ну, плюс четыре примерно. Да, плюс четыре, но, тем не менее, это малоприятно, когда на улице минус 18, вот, поэтому я им всегда советую купить эти грелки. Ну, вот я купила еще в этом году валенки, и, между прочим, это турист, приехавший с Москвы, меня надоумило, он показал такие классные валенки, сейчас их модернизируют, они более как ботинки, и на молнии сбоку есть повыше, пониже, вот, я посмотрела, реально. Не мерзните? Нет, это классно, потому что это войлок, это дышит, потому что рыбацкие сапоги, все равно, это не дышит, это пена. Ну, конечно, да, будет обсыривать. И когда, то есть ты должен брать с собой две обуви, ты ездишь в автобусе, все равно туда дорога занимает где-то два часа, два с половиной на автобусе, вот, два с половиной часа, нога у тебя там спреет хорошенько, вот, поэтому ты либо едешь в другую обувь, а потом переодеваешь, многие так делают. Но чтобы, вот, например, облегчить свой груз, да, и там не набирать каких-то вещей, я вот купила эти валенки, и чему я несменно рада, да, потому что, как бы, войлок дышит, и в то же время и не мерзнет, все хорошо. Скажите, пожалуйста, а кит может перевернуть то судно, на котором идут туристы? Вот у меня такой прям страх, когда я вижу, как рядом вы прыгаете, киты, круто, но они же могут немножко попасть не туда, или они умные животные и так не делают? Они, безусловно, умные животные. Конечно, ни одного случая не зарегистрировано, знаете, как касаток всегда спрашивают, а вот скажите, могут ли они напасть? Я говорю, вот ни одного не зарегистрировано, или просто никто не выжил? Вот, тем не менее, киты, конечно, мы должны регулировать всю эту тоже отрасль, потому что это, конечно, здорово, что люди хотят на них посмотреть, но зачастую капитаны, да, которые управляют судном, увидев, там, спины и плавники, там или хвосты мчат просто быстрее в это место, где они, и, ну, понимаете, мы внедряемся в живую природу так, как не должны это делать. это их, вообще-то, дома. Да, это их дом, и мы у них в гостях, и мы им мешаем даже тем, что мы там находимся, вся эта эхолокация, шумовое загрязнение, это очень влияет на них, и если мы не хотим однажды просто привозить и обманывать туристов, что там киты, а они просто перестанут туда приплывать, потому что это может случиться именно из-за вот такого, ну, неконтролируемого, да, можно сказать. То есть нужно чуть поодаль от них ходить, сильно, не подлежаться. Ну, понимаете, нужно любоваться издалека. Не нужно прямо схватить за хвост, это... Может, я тебя почешу по плодрику и селфи сделаю. Это, конечно, безусловно, умные животные, как они себя... Если они сагрессируют, это значит 100%, что мы наносим им какой-то урон и вред. Чаще всего, помимо китов, что вызывает и сияние, что вызывает восторг ваших клиентов, туристов, может быть, замечали, может быть, какие-то мелочи, о которых мы не знаем, а для людей, которые приезжают, это круто, ново, и они вот на это обращают свое внимание. Слушайте, ну, конечно, вы вот перечислили самые клевые вещи. Об этом мы знаем. Да, зачем едят. Но еще также у нас есть такая разновидность, да, как создаются такие этнические локации, да, где представлены как самские, вот немножечко про наших, да... Немножечко жилища, немножко оленей. Немножечко, да, чтобы рассказать историю, кто заселял эти земли, вот, и олени, конечно, это тоже, можно сказать, ровень китов в этом, да, в таких локациях, в этом направлении, и люди, конечно, с удовольствием, как хотят их и посмотреть, так и хотят и покататься на оленях. Поэтому, вот, если вы помните, раньше в детстве, когда был праздник солнца, конечно, в долине уюта они бегали, да, мы катались на оленях, это здорово было, и нам не нужно ехать было и платить какие-то за экскурсии, это просто было, потому что, вот, был какой-то, присутствовало это в нашей культуре, да, и вот это нужно возвращать, все, чтобы это было. Вы тоже говорили уже, упоминали о том, что гидов, туристов, фирм таких туристических сейчас много, а как тогда сделать так, чтобы именно к вам обратились приехавшие люди? Не знаю, как сделать так, чтобы вы были на вершине этой конкуренции и лучше всех? Есть ли какие-то там пар нюансов, которые вы уже для себя за эти годы выявили? Ну, вообще, конечно, самое главное, это вот обратная связь от туриста, и когда он съездит с нами в путешествие, проведет с нами эти незабываемые там три-пять дней, конечно же, эти люди, они либо сами возвращаются, либо от них приезжают, вот, понимаете, это как веточка, да, как веточка, из которого потом вырастает огромный куст, вот, поэтому нужно обязательно, это вот я бы хотела сказать, вообще всей этой сфере туристической, не только тем людям, кто гидует, не только, да, компаниям, кто занимается, да, осуществлением привоза и там развлекательной какой-то деятельности, но и в отелях работников, и в ресторанах, нужно каждого человечка, понимаете, к нему относиться с душой, и когда он это почувствует, он обязательно, понимаете, отзовется, вот, как говорится, вот, все начинается с улыбки, когда ты улыбнешься, улыбнуться и тебе в ответ. У вас когда-нибудь бывало такое, что вы видели, что до сих пор у людей присутствуют некоторые стереотипы, что у нас, например, они приедут в Мурманск и сразу увидят, что мимо них идет белый медведь, и все его там мимо, ну, как собачку бездомную, знаете, или уже люди поняли, что даже для нас увидеть медведя, это роскошь, и не каждому в жизни такое удастся. Слава Богу, эти стереотипы уже канули куда-то, да, да, но я помню в детстве в нашем, да, это даже вот друзья там с Петербурга могли спросить такие вещи, Да вы что? Что? Прямо про медведей? Ну, могли спросить на оленях, не ездим ли мы в школу, и вот про транспорт, но это все кануло, но теперь новый стереотип, мне кажется, люди считают, что северное сияние у нас просто включается по кнопке. Всегда, оно всегда, да, и мы просто вывозим на какую-то определенную локацию, где подготовленная площадка, и оно там сияет днем и ночью, вот просто нужно туда приехать. Это, увы, не так. А скажите, а с кем труднее работать? С людьми из других государств, для которых все это экзотика, или с более, наверное, я могу ошибаться, привередливыми нашими россиянами, может быть, даже из каких-то регионов, близких к нам, ну, допустим, с северо-запада, довольно близко, но что-то хотят посмотреть. С кем труднее? Для которых все вот вау, или которым надо еще что-то углубить так, чтобы даже им стало интересно, и они что-то узнали то, о чем вообще не подозревали даже? Вы, наверное, сами уже ответили на этот вопрос, задавая его, потому что, конечно, люди, которые приезжают, и для них все вау, с ними легко и просто, и они уже не будут чем-то недовольны, если что-то вдруг не получится. Да, в тапках на носки, не помню, все хорошо. и ничего, они стоят в таких теплых шапках, но в лосинах, и это их не смущает, да, что у них там нет теплых курток, но с нашими, конечно, соотечественниками посложнее это все, потому что тут уже нужно изгалиться. Может быть, это интереснее вам, как профессионалу. Ну, это здорово, понимаете, всегда ведь можно показать человеку, что не нужно ждать, ну, понимаете, какого-то чуда, а чудо вокруг нас, чудо во всем. Просто посмотрите внимательно. Ведь можно просто, да, молча посмотреть, оглянуться, или, может быть, присесть и посмотреть на эти растения, которые у нас растут, ведь это тоже чудо. Просто иногда их нужно направить, правильно направить, и тогда они по-другому начинают смотреть. Конечно, люди, которые приезжают с городов, где тоже есть какие-то там такие, да, вещи, которые уже привлекают туристов, они уже так на это, ну, понятно, вот тут сейчас бабки рубите, вот, не пойми, там, в море вышли, киты не выплыли, ну, понятно, деньги-то содрались. Но это ведь природа. Нужно не забывать про то, что мы вам показываем наш край, прежде всего, нашу природу. А что она вам покажет? Вот здесь уже, да, и природа всегда открывается неленивым, поэтому люди возвращаются к нам, вот те, кто бывает зимой, они возвращаются обязательно, я им просто доношу, что, вы понимаете, когда вы приедете в незимнее время, это совершенно другая картинка, это вы не узнаете эти места, и вы еще раз просто влюбитесь в одно и то же место. И у меня были такие туристы, которые три раза уже приезжали, три раза. В разные времена года? Да, и летом, и зимой, и вот потом везут своих друзей, чтобы показать, как бы уже, что они уже здесь повидали, но с ними же возвращаются, это здорово, да, людям нравится. Екатерина, у меня к вам примерно еще 6500 вопросов, но у нас уже закончилось время, мы сейчас выйдем из графика эфира, спасибо большое, что прибыли к нам и так с любовью и профессионализмом одновременно рассказали о своей работе. Спасибо вам, уважаемые телезрители радио, слушатели, что были с нами, открытая студия с вами прощается, скоро мы с вами вновь услышимся и увидимся.